Музыка 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 Причем начиная с 10-х годов 20-го века, когда он впервые расслабился. И вот по наши дни пишут книги, статьи, устраивают конференции, снимают фильмы документальные, художественные. Огромное количество материалов, которые очень тяжело пройти. Помимо этого сам Стравинский очень много и охотно говорил на протяжении всей своей жизни, начиная с первых интервью, которые он давал газетчикам, не заканчивая семью домами его диалогов, в которых он отвечал на все вопросы, задавая ему его секретарем. Самое печальное, что он говорил очень разные вещи в течение всей своей жизни, противоречащие одна другой. И по этому поводу на его высказывание на многие нельзя просто опираться, потому что я не знаю, в какой момент он был искренний, в какой момент он просто хотел сделать приятный интервьюеру. Собственно, от этого мне тоже пришлось отказаться. Я очень люблю этот путь, читать то, что написал сам художник о себе, а не то, что о нем говорили критики, искусствоведы. Ну и, конечно, это огромное совершенно количество музыки. Стравинский считал, что муза приходит только к тому, кто работает регулярно, то есть каждый день. И поэтому он работал действительно 2-3 часа каждый день, независимо от того, было у него вдохновение или нет. Это был ежедневный труд. И написано им огромное количество произведений, на которые поставлены балеты, фильмы. Короче, время делов огромное количество, поэтому сегодняшний свой вечер я бы назвала очень, так сказать, с одной стороны, это не скромно, но с другой стороны, то, что это мои мысли о Стравинском, которые не претендуют ни в коем случае на вся охватность. Иногда они совпадают с общепринятым мнением, иногда нет, но уже как будет. Да, и еще одно, я об этом объявила, но, может быть, не все читают, так сказать, мой Фейсбук и так далее. Материала было столько, что я резала и резала, и сокращала, и сокращала, и в итоге все-таки разделила эту тему на 2 части. Следующая, вторая часть, состоится у нас 7 ноября. Сегодня мы расскажем о первом, я первую половину сегодня расскажу, вот так. Начинаем, как всегда, мы традиционно о том, кто откуда и как появился. Стравинский происходит из особенной семьи, в том плане, что она сочетает в себе, с одной стороны, аристократизм, род его очень древний, это кульская аристократия. Поминается она впервые, по-моему, в 15 веке, причем в натуральном варианте, в первоначальном. Это звучало как Сулима Стравинский. Сулима потом прибавил снова к своей фамилии младший сын Стравинского, Святослав. А с другой стороны, отец его был потрясающим совершенно оперным певцом, солистом Мариинского театра, очень известным, очень любимым. Если вы помните, две лекции тому назад мы слушали Орела Ферна из оперы Юди Фессерова. Так вот, как раз-таки отец Стравинского, Федор Гнадьевич, считался самым лучшим исполнителем этой роли. И вообще его называют часто предтечей Шалябина, поскольку он тоже очень много вкладывал именно в драматическую работу над ролью. Так что у них были, конечно, знакомства в литературные, музыкальные, театральные, художественные эпогемии Петербурга того времени. И, безусловно, его, как и всех детей в подобных семьях, учили в музыке. Но нельзя сказать, чтобы он проявлял какие-то особые способности или таланты. В ондеркиндом он точно не был. По учителях своих он тоже отзывается не особенно, так сказать, с большим почетом. Но вам касается фактов. Очевидно, там было что-то особенное, потому что закончил частную гимназию Гуревича, который тоже не особенно преуспевал, кроме математики, оценки его были достаточно скромные. Он поступает на литический факультет Петербургского университета, который закончился во время дяги. И вообще, по-моему, все люди искусства прошли через литический факультет. Об этом мы тоже говорили в две лекции тому назад. И будучи студентом этого факультета, он начинает дружить с сыном Николая Греченского-Корского с Владимиром. И тот знакомит его с отцом, с композитором Минским-Корсаконом. Происходит это в Германии. Стравинскому в это время уже 22 года. Родителя так и не показала. Но заодно и скажу, что, между прочим, этот врач Стравинский был моделью для одного из казаков на картине Ребина. Вот. Я даже хотела обнести фрагмент, но там совсем ничего видно. Кусочек только профиля и все. Поэтому поверьте мне на слово. Он знакомился с Римским-Корсаковым. И Римский-Корсаков говорит, да, я буду с вами заниматься. В консерваторию вам, наверное, идти уже поздно. Вам 22 года. Давайте я буду заниматься с вами часто. Значит, что-то в этом не было. Потому что Римский-Корсаков к тому времени уже был таким настоящим мэтром. Уже такой фигурой, даже, можно сказать, монструозной. Поскольку он уже дошел до той степени известности и авторитета, что он давил представителей новых каких-то течений искусства, как Скрябина, например. Он очень презрительно отзывался об импрессионистах, не говоря уже, конечно, о немецких музыкандах. Жарковато, да? Да, мозган. Можно включить мозган, если можно немножко увеличить. А, уже? А, хорошо, спасибо. Я думала, что дружновато, да. Вот. И Римский-Корсаков начинает с ним заниматься. И более того, Стравинский становится вхож. К нему окружен, послужив в качестве практически члена семьи. Это очень близкие отношения. Семейные такие. Вот на этой фотографии Стравинский сидит слева. Справа, Римский-Корсаков, его дочь Надежда, ее муж Стемплян Штемпер. А справа, это жена Стравинского, Екатерина Насенко. Собственно говоря, и Римский-Корсаков благословил их на враг, свои собственные иконы. И подарил им эту икону как в качестве подарка. То есть отношения были самые теплые. Но, конечно, что касается музыки, то вот Римский-Корсаков говорит, что нет у него своего слова, нет своего голоса. Это музыка подражательная. Тут интересно очень, что значит подражательный. Стравинский, это то, что я поняла просто вот уже, так сказать, эмпирическим путем. У него была необыкновенная способность впитывать и перерабатывать. Причем перерабатывать в таком роде, что не автоматически, скажем, подражать, а именно выкладывать то, что вот аутпут его всегда был творчески комплементарный. То есть он всегда вкладывал что-то свое. И так было в протяжении всей его жизни. Я думаю, что именно поэтому Дягилев, услышав молодого композитора, его значительно стандартное произведение, по-моему, верверки, поручает ему написать музыку к следующему балету, который он собирался ставить в русских сезонах, к «Жарптизе». И вот, здесь можно сказать, такими фишированными высказываниями, что и больше никогда он не стал прежним. Стравинский. Знакомство с Дягилевым изменило всю его жизнь. Если вы помните, на прошлом рассказе моего о Прокофьеве, мы говорили, что то же самое Дягилев дал ему такой шанс, молодому композитору, он искал новых композиторов, которые могли бы писать музыку для новых декораций, которые делали мир искусники, для новой хореографии, которую делал Фокин, и впоследствии потом, вы знаете, и Нежинский, и Мясин, и Бронислава Нежинская. Ему нужно было, чтобы все соответствовало тому характеру, который он собирался привнести в это искусство, новое искусство балета. И выиграл Прокофьев. Но Прокофьев, как вы помните, это было немножко позже, перед Первой мировой войной, он поехал во Францию, взял заказ, вернулся в Россию, больше он уже туда и не попал, вернее попал, но уже это было в середине 20-х годов. Островинский успел попасть, Жан-Птица имеет безумный совершенно бешеный успех с декорациями Бакста, Головина в начале, потом Бакста, и Островецкий становится знаменитым. В то же время на родине, в России, его сочинение принято с таким тоже вялым неодобрением, говорится о том, что вот какой он был, такой он и остался. Девского-Корского к то времени уже нет живых, но дочка говорит, что хорошо, что папа вложил в него свои знания, а иначе это было бы совсем уже рабским подражанием, вот этим Ди-Би-Си и Равейлю, вот, как-то все, это все нехорошо. И с этого момента, в общем, связи становится все между русскими коллегами, российскими коллегами Страдинского и ним. Становится все хуже и хуже, отношения облаждаются постепенно, наоборот, во Франции у него берут интервью, рассказы по многообещающим, и кроме того, Дягилев тут же ему поручает сочинение нового балета, который должен быть совершенным маханем по его замыслу. Чего-то у меня не идет. Страдинские Дягилы, но вы видите, здесь уже, конечно, более поздние фотографии, они общались после этого до 29-го года, до того времени, когда Дягилев, собственно, умер. Вот, он тоже заменил во многом отца, и был для него и патроном, и советчиком, и так далее. В чем заключается, так сказать, суть нового балета, который поручает Дягилев Стравевскому? Он хочет вернуться ко временам Архайки. Он думает о чем-то, что может напомнить зрительно, как и она, только русском варианте. Для этого он просит Равика написать декорации, балету, сюжет которого, а сюжета там, собственно говоря, и нет. Нету там сюжета. Там сюжет можно рассказать в двух словах. Приходит весна, собираются девушки-юноши, которые танцуют свои дикие юношеские пляски, но поскольку весна, значит, должна принести впоследствии летом и осени хороший урожай, сходы должны заколоситься, а весне требуется жертва. Поэтому выбирается жертва, функция которой плясает до тех пор, пока она уже пойдет за нас. Вот и весь, собственно, халлический. Тут нет никаких индивидуальных линий, хотя я видела варианты, когда мы там носили сюжет пастуха, который влюблен вот в эту жертву, а когда ее девушку отбирают, он очень раскует. Ну, в общем-то, это совершенно лишнее, поскольку балет был задуман как возвращение к ритуалу, возвращение к Архайке. И здесь очень большую роль сыграло то, что Диахилев говорил о своих балетах. Когда его спрашивали, почему русские балеты стали столь популярными, почему они стали такими замечательными, такими знаменитыми, он сказал так, тайна нашего балета заключается в ритме. Мы нашли возможность передать не чувства и страсти, как это делает драма, и не форму, как это делает живопись, а самый ритм и чувства и форм. Наши танцы и декорации, и костюмы, все это так захватывает, потому что отражает самое неуловимое, сокровенное — ритм жизни. И вот это слово «ритм», оно становится, наверное, если спросить, что отличает ручество Стравинска, вот одним словом, то можно сказать «ритм». Что такое ритм? Мы привыкли к ритму, к чему-то такому необходимому, составляющему музыкального языка, но, как правило, не главному. И, как правило, это какие-то рамки достаточно квадратные, достаточно закрытые, которые остаются неизменными с начала до конца. Это 4 раз, 2, 3, 4, раз, 2, 3, 4, или это раз, 2, 3, раз, 2, 3, раз, 2, 3, или это раз, 2, раз, 2, раз, других, в общем-то, вариантов нет. Ритм Стравинского назван музыковедами нерегулярно акцентным. Или, как сказал один музыковед, мне очень понравилось, «косой дождь сильных долей». То есть это не тот ритм, который существует у машины, и не тот ритм, который существует, скажем, у автобуса, который должен приехать из точки А в точку Б в определенное время по графику, не отклоняясь ни на секунду. Для этого он должен создавать определенный темп, определенный ритм своего движения. Мы говорим о живой материи, мы говорим о ребенке, который может, например, пройти несколько шагов, потом остановиться, постоять, потом подпрыгнуть, и потом побежать. Вот о таком ритме идет речь. Но при этом все равно это будет сопровождаться пульсацией, его сердца. Это будет сопровождаться вот такими живыми, как мы уже знаем, теперь есть и клеточные ритмы, за которые некоторые люди получают Нобелевские премии. И ритм в данном случае, что я хочу сказать, здесь есть два очень важных момента, которые я хочу подчеркнуть. Во-первых, во-первых, это... Если вы помните, если вы помните, я часто об этом говорю, но, в общем, ничего в этом такого особенного, нового нету, течения художественные, они развиваются, так сказать, в своих противоположностях. Если мы возьмем начало 20-го века в искусстве, в частности, в музыке, то это, с одной стороны, в Германии огромные, перегруженные совершенно уже до невозможности оркестры, то включающие там в себя 100 музыкантов. Это развитие, которое продолжается очень долго в течение, там, не знаю, симфонии, которая может занять полтора часа и более по времени. Это очень такие тяжелые психологические, философские концепции, которые нужно осмысливать и нужно читать философа, чтобы понять, что композитор хотел сказать. С другой стороны, во Франции, скажем, если мы философсионистов, то это тоже очень сложные гармонические напрямождения такого места, как и сельного раскрывающегося варианта, очень много колорита, очень все это такое непринорослушное. Что должно было быть след за икмом? Что наше ухо хотелось бы услышать? Вечно лаконичное, очень прямое, очень ограниченное, сказать, и по, как сказать, по силе высказывания, и по цели высказывания. Можно сказать и так. И видом в этом плане очень важно с одной стороны как вот такой вот живописный аналог. Тут я хотела показать вам вот эти две картинки. в этом я не сказала о том, что Стравинский сразу же начинает дружиться с великими мира сего. В данном случае это Флот Дивюси, который Стравинского очень любил и уважал и подвигал. В данном случае слева Жан-Кокто, Пикассо, дальше Стравинский, справа это Ольга Коклова, жена Пикассо. Вот, на этой картинке я хотела остановиться. Вы видите с левой стороны савиньонские девушки Пикассо, а с правой стороны это снимок из снимок хореографии Нижинского в балете «Весна смещенная». Как раз вот в этом. Если вы... Вот, в общем-то, можно не объяснять. Тут видно вот эти вот угловатые линии, которые были... которые вы видите в кубизме. И те линии, которые использует Нижинский. Это был его первый балет. И Дягилев специально нанял до кого-то из школы только рода, чтобы они объяснили основу современной движения гимнастики. Посмотрите, как под этим углом сложены у них руки и ноги, которые они ставят специально носками внутрь, на выворот. Когда вы увидите движение, вы увидите, что за одной стороны какие-то эгипетские вот такие росписи, с другой стороны визотистские иконы. Это нечто, что должно нас вести к архаике. И тут в данном случае вторая роль ритма. Если мы обратимся к нашим археологам, то они нам скажут, что ритм это был первый фактор музыкального языка, который нас сопровождает в истории человечества. Это было первое, под что люди стали плясать или бегать или что-то такое. Поэтому в данном случае возвращаемся к архаике и в сюжете, приходя к ритуалу, и в музыкальном языке. В данном случае даже развитие музыкальной темы происходит совсем не так, как мы привыкли. Нет никакого конфликта разных музыкальных тем, их взаимопроникновения, развития и так далее, и так далее, и так далее. Нет. Я говорю о принципе, который свойственен народной песни. Причем, народная песня не такой, как, скажем, мы слышали Ольги Воронец, допустим. Нет, это не та песня, которая поделена на куплет и припевы под аккомплимент аккордеона. Я говорю о народной песне в деревнях, которая основывается на каком-то ядре мелодическом, которая постепенно разбивается в разные стороны. Оно может украшаться, каким-то образом менять свой характер, в итоге все равно возвращается к своему началу. Вот такой принцип развития, собственно говоря, из устроенства. Когда он показал Дягилеву отрывок из партитуры «Весны священной», то Дягилев спросил «Этот аккорд, он будет сколько еще длиться?» И устроен сказал «До самого конца сейчас он собирает этот аккорд, чтобы вы поняли, о чем я говорю». Дягилеву «Устроенство сломок», «Устроенство сломок», будет в нашей числе ... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Это то, что они, как правило, выходят в форме ладок с законом. Иногда этот персонаж бьет свою жену, иногда он напивается, иногда складается городовым. Но в любом случае тут такой вот элемент непослушания всегда присутствует. Но Петрушка Стравинского, он все-таки другой. На самом деле, сочинил он его вместе с художником Менуан, который делал к этому парень по декорации и костюму. Сочиняли они его, причем вначале по переписке, а потом уже, в общем, приличная встреча. Вначале это все обсуждалось в письмах, каким будет их Петрушка. И Петрушка в итоге вышел вот таким вот гофмановским персонажем, нелепым, непонятым, безответно влюбленным, который протестует против толпы, против вот этого мещанства, против своего начальника, вот этого гукловода. Но гукловод тоже образ такой. Можно сравнить его с Дроссельмайером из Челкончика, или с Копериусом из того же самого гофмановского пизодичного человека. А можно сравнить его и со Свисточетом из Золотого петушка, о которых Масхековского сочинил совсем недавно. И вплоть до того, что даже появляясь прология в опере, заточет говорит, я колдун наукой тайный, дан мне там необычайный, вызвав тень в пустую грудь, жизнь волшебную вдохнуть. Этим занимается кукольник, выступающий в балакане на ярмарке масленичной. Кроме Петрушки, у него еще две куклы. Это балерина, в которую Петрушка как раз-таки безответно влюблен, и который, естественно, предпочитает ему брутального арапа, буквы «П». Я уже прочитала где-то, значит, на титиве комментарии, что как не стыдно до сих пор представлять злодея в клише чернокожего. Так что ждите изменений. Вполне возможно, что все это поменять. Пока что раб выступает в глине, который придумал Венуа, то есть разгашенный в черно-свете, как от Эду. Это любовный треугольник, который управляет кукловод. Но сам этот балаганчик, он находится тоже внутри сцены, внутри ярмарочного гуляния вот этого, которое изображено, по-моему, с предельным реализмом, потому что там тоже нет, в общем-то, ролей. Там персонажи такие, которые типичны для ярмарок. Там «Цыгане», «Пьяный купец», «Ряженый». Все вот эти вот люди, они двигаются, они пляшут под такой сон, сборище русских народных мелодий. Причем мелодии, это могут быть городская песня, может быть только питерская, это «Ах весенний моесень», это «Липа моя липенька». Это несколько мелодий, причем это настолько противоподобно. Если мы вспомним, например, вот эти ярмарки, которые проводят у нас в наше время, это, вы знаете, что в 5 метрах друг от друга находятся музыканты, каждый сыграет свою музыку, его совершенно не волнует, что другому это мешает, ему это не мешает, и тому не мешает. Они немного фальшивят, они иногда запутываются, иногда забывают, и все это вместе создает вот такой вот тарарам, который в итоге приводит к очень выигрышному, хорошему результату, который можно было в хорошем смысле, нашим сувенир «Матрешка». Поскольку, как мы понимаем, Строинский писал по заказу, и писал по заказу для французской публики. Неизвестно, будь он в России, писал бы ли он музыку такую или совсем другую. Из-за этого его Токофьевска даже иногда упрекает. Он говорит, что это не настоящий русский композит, а такой русский композит, каким его видит француз. И тем не менее, именно вот эти вот балеты, они, конечно, и в основном балеты Астралинского, они сделали России модной, популярной, и русских красавиц, и русские наряды, и русскую музыку до такой степени, что даже танцоры, которые хотели в группе Дягилева танцевать, они меняли свои имена на русский. Что же касается музыки, то здесь очень интересный аккорд, я вам уже играла. Вот это вот сочетание фольклоров, это смешение, которое было немыслимым, казалось. Эта музыка окончательно отвратила весь русский музыкальный кружок вот этот Корсаковский Астралинского, поскольку они говорили, что это оскорбление для русской песни. Вот так ее смешивать, так не насмехаться, а папа перернулся бы в гробу, опять же написала Надежда Николаевна Ринская-Корсакова. И тем не менее, успех был огромный, и Петрушка по сей день остается, наверное, визитной карточкой Астралинского. Два этих балета, они определяют очень много, сейчас я скажу еще что, именно. Вот, и что еще интересно, Астралинский использует совершенно неординарный оркестр. Он использует здесь, вот с этого времени и далее до конца своих дней, он ни разу не использует стандартный оркестр. Он может его очень сильно сократить, до уныния мода какого-то. Он может управлять какие-то группы инструментов, добавить другие, добавить, например, совершенно нетрадиционные, непринятые инструменты. Но никогда он не связывает себя какими-то рамками на стандарт, он всегда действует по тем нужным, который диктует ему его творческая задача, так скажем. Здесь, в данном случае, используют очень много фортепиано в качестве строго инструмента, причем фортепиано, он всегда подчеркивал, что изначально это был ударный инструмент, и не стоит его заставлять звучать, подражать скрипке или скриптическому голосу, это ударный инструмент. Это не женский. А, сейчас, мы перескочили немножко. Не женский, который сказал, но он, он делает, то, что вы сейчас услышите, это отрывок, это цитата из того же самого золотого петушкаринского горства. Это значит сказать, что не там уж все это было совсем оригинально, поскольку вот этот крик золотого петушкара, это не упрямая, страшная литра в петрушке, но обратите внимание, насколько он более квадратно звучит. Это знаменитый, это кирикугу, царство лежа на боку. Одну секундочку. Нежинский потрясающе исполнял петрушку, это был канон абсолютное исполнение, его вызывал просто, как говорят в основном, дружь в публике. Я, конечно, Нежинский не нашла, и нашла вариант с Нуреевым. И это самый конец рептали, когда Рав все-таки настигает петрушку, убивает его, а потом, смотрите сами, что будет. По-моему, потрясающее исполнение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова 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 Не было ветру, не было ветру, Вдруг навянула, вдруг навянула. Может быть, любая невеста, любой жених, у которых есть друзья, у которых есть подруги и родственники. Оркестров тут нет. Вместо оркестров были четыре рояля, которые он использовал, опять же, только в их ударном таком вот смысле. Причем это могут быть какие-то воспоминания о густях, о колоколах, о каких-то других инструментах. В любом случае, это не рояль. Конечно, более того, он собирался использовать там пианолы, то есть механические пианино, но не знал, как бы синхронизировать их работу с работой ударных. Так вот, в одном из, значит, после исполнения, о котором Цветаева сказала, что музыка Стравинского, она носится очами, а не глазами. Она в то время была в Париже и это слышала. Я нашла в одном из писем, которые кто-то пишет Стравинского, о том, что неплохо было бы, чтобы это произведение исполнили бы не поставленными оперными голосами, а именно народными. Стравинский говорит, да, конечно, это было бы здорово. Опять же, народные голоса имеются в виду не Зыкина и не Александра Ворошила, имеются в виду вот такие вот деревенские певицы. Таких не было коллективов, которые выступали на сцене подобным образом. Появляется такой ансамбль в первые 50-е годы, это ансамбль Покровского, который был принят, конечно, в штыки, потому что там не было ни кокошников, не было косовороток, не было блесток. Все это было очень скромно, были какие-то суперные девушки, которые стояли и пели на бычах, если не старались улыбаться и показывать, как все прекрасно и замечательно. Но в итоге он все-таки занял очень достойное место и в России, и в мире. И здесь я сейчас вам покажу два отрывка испадебки. Один и тот же отрывок, музыкальный. Первый исполняет его хор профессиональный, сейчас еще секунду, а второй, как раз, ансамбль Покровского. Причем ансамбль Покровского использует электрические пианино, вот эти вот миди. То, как, в общем, Сравинский хотел. Что я еще не сказала, что хореография здесь была Пронеслава Нижинская. Обратите внимание, насколько… Да, костюмы Натальи Кончаровой. Обратите внимание, насколько уже эта хореография отличается даже от той передовой хореографии Нижинского, которую мы видели, ее брата. И насколько скромны костюмы Ларионова по сравнению с той пышностью, которую мы привыкли видеть в укеангельских балетах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А дальше происходит нечто неизбежное, которое объясняют, скажем, философскими, эзотическими причинами Я же склонна здесь видеть некое, все-таки, более материалистическое объяснение Сейчас я вам скажу, о чем я говорю Я уже говорила, Страдинский из России уехал, но он приезжал в поезд «Лук» в Волынской области Он приезжал туда каждое лето, там он сочинял, у него был новый дом, у него был рояль А потом случилось так, что жена его, Дмитрий Нагалит, Моносенко, она после рождения детей, у него уже было четверо детей В достаточно юном возрасте, она заболела, у нее была открытая форма туберкулеза Потом, впоследствии, она заразила, в общем-то, всю семью, к сожалению Вот, и ей нельзя было, в общем-то, принимать далекие путешествия Она много времени не проводила в санатории, в Швейцарии И Страдинский, в общем, перестал ездить несколько раз в Россию А потом началась Первая мировая война, вот, а потом произошла революция Ему, как и перенимые помещики, тоже особенно нечего было так делать Собственно говоря, он остался, он понял, что он, наверное, в Европе останется жить на достаточно долгое время, по крайней мере В 20-м году он переезжает уже во Францию Жить ему было не так уж легко Финансово, теоричное увлечение, кроме вот жены и четырех детей, была еще и мать И различные родственники, которые его гостили, приезжали Он им оплачивал некоторым даже какие-то курсы, какое-то образование С другой стороны, ему помогали Было много меценатов, которые его поддерживали Вернер Райнхарт и принцесса Дополиньян, которая давала ему заказы постоянно И потом, впоследствии, Артур Губинштейн, который за одну пьесу Ректа и пьяным юзик заплатил ему пять тысяч долларов И в том числе «Коко Шанель» На отношении которого был снят потом фильм, который я не смотрела И который, в общем-то, считается таким Зато он сыграл потрясающий наш датт, датский актер, любимый всем, я забыл его фамилию Вот В любом случае, они жили на видео «Коко Шанель» больше года И она потом дала денег на восстановку, на изобновление и местное священие А сам Стралинский начинает дирижировать, начинает играть на фортепиано Он никогда не был прекрасным пианистом И Прокофьев, который с ним к этому времени начинает уже общаться в двадцатые годы Он от этим подтрунивает Даже был такой случай, когда Стралинский в альбоме одной дамы, дворянки На память ей обвел свою руку Вот И Прокофьев очень смеялся и сказал, что когда я научусь играть на фаготе То я тоже отведу, значит, рисую ему свои легкие Или пришел ему снимок моих легких Вот Но, тем не менее, он играл Он играл хорошо Играл совсем неплохо Занимался перспалом дирижированием А, хорошо это перевел Молодец Вся эта семья у него Две девочки Людмила и Милена И мальчики Федор и Станислав Следующее у нас что? Следующее, это как раз вот это пианоло Пианоло, меморическое пианино, которое Страшно Стралинского привлекало Он заключил контракт с фирмой Плеель Для того, чтобы записать на свои произведения Ну, что такое пианоло? Это, типа, музыкальные шкатулки Что-то вставляет сюда матрица С выгравированными звуками на ней И поднятие клавиш Оно просто изображает это На самом деле облоточки удаляют сами по себе, да? В Страшно Стралинске для него очень важна была вот эта идея Чтобы исполнители правильно интерпретировали то, что он пишет Он считал, что пианоло, вот если он запишет, как надо В том темпе, каком надо И в той динамике, какой надо Тогда пианисты не будут своевольны Он считал, что интерпретация, в принципе, это большое зло Поэтому он для пианола сочинял Вот, но это все, так сказать, предисловие Потому что я хочу сказать Я хочу сказать то, что для него очень важен был язык Он всегда подчеркивал, что он остается православным до конца 100 дней Хотел опросить, что это бывало всего лишь один раз в 62-м году Но остался он, потому что для него важно было звучание И в другом смысле языка В языке его не привлекала ни грамматика, ни лексика Именно фонетика Акценты, интонации, вот эти фонеты И очень много он писал по этому на русском языке Например, на ту же самую свадьбу, которую вы слышали Он говорил, что только русский человек может ее понять Потому что вот там заложен такой смысл И такие интонации, которые никто не поет И тем не менее, поняв, что он остается во Франции долго Он начинает писать на французские тексты Почему я говорил этот тенденциям? Потому что то же самое одно произошло и в Америке Где он прожил последние 30 лет своей жизни Он по английски был чудовищным акцентом совершенно Очень примитивным английским Но тем не менее он чувствовал этот язык, который он слышал ежедневно Который попадал к нему в уши И он не мог не выйти именно в плане нового отношения к языку Поэтому следующая его сказка Она тоже фольклорная Она основанная на сказке Афанасьева Про кота, петуха и лесу В данном случае он ввел еще барана И тем не менее она написана на французский текст Тут интересно разделяет очень функции В этом произведении у него есть отдельно хор Персонаж поделен как бы на две части, на две ипостаси Первая, значит, это то, что он поет А вторая, то, что он изображает Иногда это акробаты, иногда марионетки В данном случае это такие вот актеры-мемансы Которые изображают в данном случае борцов Вот этого, борцов на полаганчике Такой же петрушка, только очищенный вот от смазных сапог И от этого вот запах севухи, на мой взгляд И кроме того, музыка, послушайте Очень лаконично напоминает немного сати Но мне она напоминает еще и балканскую Балканскую супременную вот эту вот область Вердовичей густурицей Послушайте и скажите, согласны вы или я КОНЕЦ 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 сюжет о борьбе солдата с чёртом, но он существует в фольклоре разных стран совершенно. Восемнадцатый год, конец Первой мировой войны, солдат зайдёт в отпуск домой. Я бы сказала, что там есть что-то общее с Тёркиным или с Бомбарашем, но не скажу, потому что нет. Этот персонаж скорее напоминает солдата из Огнивы и Замасказанного, такой вот романтик, который привелся к принцессу и забыл на минуточку, кто он такой. Теперь солдат играет на скрипке. Это основной инструмент его, собственно, скрипочку. Скипочку у него чёрт и хочет забрать, украсть. И в итоге, значит, собирает. Но я вам сюжет не буду рассказывать. Сюжет такой достаточно типичный. О скрипочке вот что я хочу сказать. Я уже упоминала слово «устилук», и сейчас я на нём среоточусь. «устилук» — это имение, как я уже сказал, Болынской области, где Стравинский проводил все свои детские годы летом, где он познакомился с своей женой. Имение — это в восьмилетнем возрасте. Имение — это принадлежало его дяде, а потом тестью, поскольку его жена, Екатерина Галиловна Масенко, была его городной сестрой. Вы женили их, в общем-то, так полулегально. И, ну, это хорошо, да, это имение «устилук», это хорошо. А что такое место «устилук»? Это еврейское местечко, в котором жило 4 тысячи евреев. То есть Стравинский описывает это местечко достаточно подробно. Он говорит, что была очень добропорядочная, религиозная община. Как он говорит, впоследствии не похожи на героев Бабеля, сукаризны. Вот. Интересно, что жили они, вроде, очень дружно, он описывает, как он ходил на свадьбе еврейские. Более того, он говорит, что вот его этот бывший дядя, потом тесть дал участок под еврейское кладбище на земле. Ну, опять же, это то, что он рассказывает уже впоследствии, не знаю, что было на самом деле. Факт, что он говорит, что именно там ему дали в руки скрипку, и именно там дали пару, несколько таких первых уроков на скрипке. Скрипка Стравинского всегда звучит во всех произведениях. Очень по-народному, я не могу сказать, особенно не по-еврейски народному, да, это не плащ. Но вот это вот такая вот скрипница, которая или плохо настроена, или использует какие-то такие очень терпкие сочетания звуков, вы сейчас сами их услышите. Вообще, «Солдат» написан для чтеца и ансамбля. Но очень много есть постановок и мультиков и так далее. И вот эта постановка, по-моему, совершенно удивительная, это чешский валетнейстер из Жукиля. Мне она так понравилась, что я вам покажу именно вот этот балетный вариант. Играет музыка! Экспрессия! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА